Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Несколько лет назад в магазинах как церковных, так и светских появилась книга архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые святые». В скором времени сборник реальных историй, иногда грустных, иногда смешных, а иногда трогательных, стал одним из самых популярных изданий последних лет. Несмотря на то, что эта книга о людях, пришедших в монастырь, к ней проявляют интерес читатели разных убеждений и конфессий, да и просто светские люди. Фрагменты из этой книги, а также другие воспоминания о Псково-Печерском монастыре и его насельниках вошли в состав календарного издания, которое мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Православный календарь на 2022 год выпущен в свет издательством Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и называется «Не святые святые. Наши дни. Нас собрала любовь Христова». И как вы уже, наверное, догадались, издание это посвящено известной Псково-Печерской обители. Известна она своими святынями и своей уникальной особенностью – Псково-Печерским старчеством. Старцы уходят, но приходит новая смена. На страницах календаря братья монастыря вспоминают о вступлении в монастырь, о своих встречах со старцами, передают их наставления, рассказывают о чудесах по их молитвам. По словам иеромонаха Никона Горохова, Псково-Печерский монастырь – это единственный монастырь, который промыслом Божьим не закрывался на протяжении всей своей истории. Несмотря на бурные события XVI-XVII веков, на Ливонскую войну, которую вел Иоанн Грозный, на Северную войну, которую Петр I вел против Швеции, отвоевывая древние русские земли в Прибалтике, несмотря на гражданскую и Великую Отечественную войны, затронувшие монастырь и принесшие ему беды и разруху, промыслом Божьим монастырь оставался действующим. Во время советской власти много раз пытались закрыть монастырь, но братья молились, и монастырь отвоевывали. В нем шли службы, и не прекращалось. А вот что говорится в предисловии к этому изданию. Печоры, отмечают издатели, это место особенное, благодатное, случайно сюда не приезжают. Как говорил наш старец-архимандрит Иоанн Крестьянкин, «Дорогие мои, никто из вас перешагнул в порог обители, не уйдет отсюда прежним». Он имел в виду, что в этом благодатном месте человек таинственно изменяется. И еще батюшка говорил, что Матерь Божья знает все наши беды и проблемы, все наши чаяния и надежды. С одинаковой материнской любовью слышит она и целомудренного, и кающегося грешника, и отчаявшегося в жизни. «Потому молитесь ей в этом святом месте, в доме Пречистой Богородицы, и по вере вашей да будет вам». По словам издателей и верующих, и неверующих, обитель поражает своей яркой и самобытной красотой. Ее красочность, разнообразие и вместе с тем гармония радуют глаз и сердце каждого, кто любит истинную красоту. Но не каждому дано знать, что в основе этой гармонии лежит единство красоты видимой и невидимой, материальной и духовной. Пристальный и вдумчивый взгляд позволяет усмотреть в этой красоте символическое значение. «Крепость с высокими толстыми стенами, суровыми и молчаливыми стражами и башнями, зорко охраняет сады с плодовыми деревьями и цветами, устремленные ввысь купола, весь монастырский мир с золотыми крестами и поющими колоколами». Можно сказать, пишут издатели, что монастырь дает нам пример того, как и в собственной жизни каждый из нас должен строить духовную крепость, ограждающую нас от натиска греховной стихии. Крепость, ворота которой в то же время должны быть всегда открыты для любви и милосердия. А внутри нас встречают праздничные древние храмы, торжественные перезвоны колоколов, умирительное церковное пение. Преображенным, милостивым и гостеприимным раскрывается монастырь для всех, кто приходит сюда с верой, любовью или хотя бы с каплей надежды. Приходит с раскрытой душой, без предубеждения. Авторы и герои этого издания раскрывают нам чудо Псковской обители и чудо встречи с Богом. Одной из удивительных особенностей Псково-Печерского монастыря, по словам автора книги «Несвятые святые», являются святые пещеры. С них 600 лет назад и началась обитель. Подземные лабиринты тянутся под церквями, кельями, садами, полями на многие километры. Здесь когда-то и поселились первые монахи. Под землей они соорудили храмы, здесь же, по древнему библейскому обычаю, хоронили в песчаных нишах почивших братьей. Лишь позже, когда число иноков увеличилось, монастырь принялся обустраиваться и на поверхности. С тех давних времен пещеры стали называть «богом сданные», то есть построенные, созданные Богом. Название это появилось не в силу природного происхождения пещер. Впоследствии сами монахи значительно расширили разветвление подземных коридоров. А от того, что было замечено, тела покойников, приносимые сюда, сразу прекращают издавать свойственный мертвому телу запах. К нашему времени в пещерах похоронено более 14 тысяч человек – монахов, печерских жителей, воинов, защищавших монастырь в годы средневековых вражеских набегов. Гробы здесь не закапывают, а просто складывают один на другой в нишах и гротах. Но посетителей, бредущих со свечами по длинным лабиринтам, всякий раз поражает свежесть и чистота пещерного воздуха. «Бог и где же хочет, побеждается естество чин» – есть такое церковное песнопение. Переводится оно примерно так – «если Богу угодно, побеждаются законы природы». А неверующие туристы покидают пещеры, весьма удивляясь, но все же отказываясь верить своим глазам, а точнее – обонянию. С этими подземельями связано множество историй. Одна из сравнительно недавних произошла в 1995 году, когда в Печоры прибыл Борис Николаевич Ельцин. Показывал ему монастырь и, конечно, пещеры казначей архимандрит Нафанайл. Освещая путь свечой, он вел главу государства и его свиту по пещерам. Наконец, как повествует владыка Тихон, Борис Николаевич сообразил, что вокруг происходит нечто непонятное, и выразил удивление, почему здесь не ощущается запах оттления. Отец Нафанайл объяснил президенту – это чудо Божье. Прошло несколько минут, и президент прошептал старцу – батюшка, откройте секрет, чем вы их мажете? – Борис Николаевич, – отвечал тогда отец архимандрит, – есть ли среди вашего окружения те, от кого дурно пахнет? – Конечно, нет. Так неужели вы думаете, что кто-то смеет дурно пахнуть в окружении царя небесного? Говорят, этим ответом Борис Николаевич был полностью удовлетворен. Океан Тайны Океан Тайны, осколок Древней Руси, кусочек рая на земле – такую красоту мог создать только Бог. Душа просится в эту обитель, место, где ощущается Божье присутствие рядом с нами. Все это говорится о нем, о Псково-Печерском монастыре. Об этом святом месте рассказывается на страницах календаря. Рассказы от первого лица, от братьев Псково-Печерской обители – очень позитивные, увлекательные и душеполезные. И, как говорит игумен Филарет Тамбовский, «невозможно объять необъятное». Да, невозможно. Но и лениться не надо. Надо ехать, надо посещать, надо там быть. Никакие рассказы не заменят пребывание в Псково-Печерском монастыре, там, где живут не святые святые. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Новинки православной литературы ищите в церковных книжных лавках. И мир вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...